В Крыму открыты еще два новых модульных детских сада. Уже завтра 200 малышей организованно отправятся в группы. Родная гавань в Крыму на Бакальской косе по указанию президента будут определять самую талантливую молодежь полуострова. Два новых детских сада на 80 и 120 мест в Советском Аленушке и Нижнегорском Росинка. Сегодня торжественно открыли и ввели в эксплуатацию. В рамках рабочей поездки глава республики Сергей Аксенов принял участие в праздничной церемонии. Еще один модульный детский сад открылся в Нижнегорском районе. Теперь родители смогут вздохнуть с облегчением, ведь уже завтра их малыши окунутся в настоящую атмосферу сказки. У-у-у! Это чудесное здание, где наши детки будут развиваться, где нашим деткам будет весело и интересно. А самое главное, что все новое, все для наших детей. В стенах сада музыкальные спортивные залы, медицинские пищевой блоки, игровые площадки. Этот детсад оснащен современным оборудованием. Наконец, проблема по ликвидации очередей сдвинулась с мертвой точки. И это только начало, уверен глава республики. В общем, по республике до конца года 7 тысяч новых мест в детских садах мы создадим. Это только в этом году. При этом, конечно, очередь растет. У нас тенденция такая наблюдается, что многие родители, наверное, которые в период нахождения Крыма в составе Украины, не верили в то, что будут вообще места в детских садах и не подавали заявки. Вот по сравнению с сентябрем месяцем у нас общее количество заявок на 7 тысяч выросло. Это в том числе и дети федеральных чиновников, должностных лиц, бизнесменов, тех, кто переехал, около 3 тысяч человек. И наши крымчане, которые решились и доверились государству, поняли, что все-таки эта проблема будет решена так или иначе. До 2020 года, в принципе, мы должны эту очередь ликвидировать в полном объеме. Нижнегорье – один из самых перспективных районов. Его куратор, депутат Государственного совета Крыма Игорь Лукашев не скрывает. На данный момент все усилия брошены на развитие ПГТ. В дальнейшем будет сделан упор на школы и больницы. Ожидается полная реконструкция Центрального дома культуры. Сегодня мы открываем один. Потом сейчас в Желябовке скоро будет закончен капитальный ремонт. В этом году мы закончим Михайловский детский сад. У нас еще четыре проекта по реконструкции садов. Мы очень плотно и активно работаем с администрацией, с советом, с депутатами местными. Для того, чтобы максимально поводить объекты, которых люди ждали очень давно. В скором времени в районе откроются и другие модульные дошкольные учреждения. Но проблему очередей в детские сады этим не решить. В дальнейшем власти республики планируют возвращать в муниципальную сеть те объекты, которые ранее были выведены из эксплуатации. Дарья Костенко, Юрий Земной, Служба новостей и ТВ. Сразу на смену форуму Таврида в конце лета в поселке Стерегущая на Бакальской косе придет еще один окружной форум «Родная гавань». Организовать его обещают на самом высоком уровне. Со временем «Родная гавань» должна стать одним из самых масштабных молодежных слетов в России. Ведь за дебютом будет наблюдать лично президент Владимир Путин. На протяжении пяти дней, с 29 августа в Крыму, у молодежи появится шанс блеснуть креативными идеями. Лучшие работы крымских и севастопольских активистов на тему «Российская идентичность» получат гранты на осуществление. Затем, как идет подготовка к проведению первой «Родной гавани» следят в полпредстве президента. Заместитель представителя Владимира Путина в Крыму провел очередное совещание с руководителями ведомств, отвечающих за организацию форума. До старта форума «Родная гавань» еще больше четырех месяцев. Однако вопросов по его проведению предстоит решить немало. Ответственность высокая, ведь организовывают молодежный слет, выполняя поручения президента. Ответственность лежит на правительствах Крыма и Севастополя. Именно талантливая молодежь полуострова получит шанс представить на суд общественности свои креативные работы. А вместе с тем будет рассчитывать на гранты. В общей сложности это 3 миллиона рублей. Впечатляет и общий бюджет форума «Родная гавань». Предварительно на него рассчитывают потратить 18 миллионов рублей. Это будет распределено между двумя субъектами Крымского федерального округа. Дело в том, что количество участников поделено. Одна третья – это город Севастополь, две трети – это республика Крым. В соответствии пропорционально будет разделена затратная составляющая субъектов. Это была моя идея, но это, наверное, и правильно. Помогать в организации форума будет тщательно отобранная команда волонтеров. Они представляют Севастопольский государственный университет. Это не случайный выбор, ведь студенчество города-героя уже имеет соответствующий опыт. Каждый кандидат, прежде чем попасть на родную гавань, пройдет собеседование с психологом и докажет свою необходимость участникам. А лишь затем отправится на бокальскую косу. Человеку, который подал заявку, приходит уведомление, что именно вы отобраны на первый сбор волонтеров, который будет 16-го по 19-го. После чего будет дана информация, где и во сколько происходит сбор общий, после чего ребята выезжают уже непосредственно на базу. На базе будет организована образовательная программа, и комиссия, которая будет отбирать волонтеров, она уже будет объединена. На совещании в полпредстве впервые презентовали предварительный вариант эмблемы предстоящего форума. По задумке Федерального агентства по делам молодежи, на нем будет изображен якоря. В цветовой гамме должен четко угадываться триколор. За такой вариант в соцсетях проголосовали 4000 потенциальных участников форума. Однако проект был отправлен на доработку. По мнению Владимира Бобровского, на будущем символе родной гавани необходимо наличие очертаний Крымского берега. Попасть в родную гавань совсем несложно. Для этого необходимо заполнить элементарную анкету на сайте Росмолодежи. Уже через несколько дней соответствующая форма появится для потенциальных участников креативного слета. Единственное ограничение – возраст не младше 18 и не старше 30 лет. При оформлении заявки важно не забыть указать в письме конкретную причину, что именно влечет вас на форум. Мест немало по задумке и возможностям организаторов. 29 августа в Серегущее на Бокальскую косу должно приехать как минимум 600 молодых и креативных из Крыма и Севастополя. Креативную молодежь в Серегущем ожидает немало сюрпризов. Помимо возможности продемонстрировать таланты и реализовать проекты, участники форума смогут пообщаться с известными людьми, добившимися успеха в различных сферах – киноактерами, политиками. Естественно, что список фамилий мы будем озвучивать немножко позже, потому что идут согласования. Поэтому в конце августа мы собираем такую вот большую аудиторию молодежи, для того чтобы они между собой пообщались и в то же время получили новые знания. 24 августа на Бокальской косе завершится уже заявивший о себе форум «Таврида». Спустя всего пять дней эстафетную палочку примут участники родной гавани. Обмениваться идеями они будут также на протяжении пяти дней. Главная тема – российская идентичность. Однако организаторы в ближайшее время планируют заявить еще несколько дополнительных подтем. Авторы трех лучших проектов получат гранты в размере 300 тысяч рублей. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Крыму прошла настоящая налоговая мобилизация. Именно так окрестили происходящие на полуострове процессы представители профильного ведомства. Дело в том, что впервые с момента воссоединения Республики с Россией всего за один квартал в федеральный бюджет налоговыми органами полуострова перечислено почти 11 миллиардов рублей доходов. Подробнее расскажут наши корреспонденты. В Крымском управлении Федеральной налоговой службы с радостью констатируют. Наметилась весьма хорошая тенденция поступлений в бюджет. Итоги первого квартала года приятно удивили. В два раза по сравнению с 2015 возрос уровень доходов. В федеральный бюджет дополнительно направили 6 миллиардов рублей. Основные доходные источники это налог на добавленную стоимость в 100% выражении, который поступает в федеральный бюджет. На втором месте идет налог на доходы физических лиц. Он составляет более 50% консолидированного республиканского бюджета. И на третьем месте идет налог на прибыль. Это еще раз доказывает, что крымчане стали ответственнее относиться к соблюдению законодательства. Однако все же остается процент тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Вечная проблема полуострова владельцами не отелей. Перед началом курортного сезона свои усилия по борьбе с этого рода неплатильщиками объединит налоговая, республиканская и местная власти. Должно быть чувство справедливости и социальной ответственности. Поскольку человек, получающий серьезные доходы, он должен сознавать, что у него существует моральная обязанность перед государством уплачивать определенные суммы налогов. Потому что, с одной стороны, те блага, которые он получает от государства, это наличие дорог, медицинских учреждений, образовательных учреждений, где обучаются его дети, соответственно, он обязан платить налоги. Ждут крымчаны некоторые дополнительные траты с этого года. Уже в июле начнут рассылать квитанции для уплаты транспортного налога. Юлия Козырь, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. Сотрудники регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Республике Крым тоже читались о проделанной работе за первый квартал этого года. Работа проведена серьезная, сделана немало. Изъяли почти 4,5 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Самые крупные партии наркопродукции были зафиксированы в столице Крыма, в Красноперекопске, Феодосии и Ялте, сообщают в Крымском управлении ФСКН. По данным ведомства, с начала года правоохранители выявили 136 наркопреступлений, которые прежде всего были связаны с деятельностью организованных преступных групп и сообществ. Предварительно расследовано более 20 глубоко замаскированных преступлений, совершенных в организованных формах, где речь шла о крупных межрегиональных и международных поставках наркотиков. Также в течение этого года крымские наркополицейские пресекли 5 фактов контрабанды запрещенных веществ с территории Украины и стран Юго-Восточной Азии. Мы продолжаем эфир. Смотрите далее. Поверка водомеров для крымчан может стоить дорого. Как правильно и законно произвести процедуру, узнавали наши корреспонденты. Если вам обратятся и предложат ваш украинский прибор учета, поверить на дому с помощью переносной проливной условки, это будет незаконно, и мы такой прибор учета не примем. Знамя победы в Крыму. Сегодня оно с патриотическим автопробегом побывало в столице. А дальше у нас Нижегорск, Деодосия, Керчь, а там уже через материн и дальше. Молодежь против войны. Представители межнациональной крымской молодежи призвали к прекращению огня стороны Карабахского конфликта. Сохранение мира важнее любых политических амбиций, уверены собравшиеся. В ходе круглого стола почтили память погибших минутой молчания и подписали декларацию о сохранении мира в Карабахе. Тему продолжит Мэри Бадунс. Спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика была основана 2 сентября 1991 года. В регионе проживает в основном армяне, большинство верующих – христиане. Территория Нагорного Карабаха еще в начале 20 века была местом кровавых армяно-азербайджанских столкновений. На референдуме 1991 года 98% жителей высказались за независимость Карабаха. Референдум не был признан международным сообществом. Про возглашение независимости предшествовало войне. Конфликт то утихал, то вспыхивал вновь. Сегодня снова слышны выстрелы. Снова потери с обеих сторон – жертвы, вдовы и сироты. За круглым столом представители восьми национальностей. Несмотря на вероисповедание, политические взгляды, все они призывают о прекращении огня на горном Карабахе. Мы бы хотели донести свою позицию до всего Крыма, до всех крымчан, чтобы у нас была единая общая позиция всех россиян по этому поводу. На самом деле войны – это горе, это страдания, это потери, это невосполнимые утраты. Поэтому мы призываем в здравый смысл. Ани Григоря знает об этой страшной войне не понаслышке. Еще совсем маленькая она жила в Карабахе. Из-за войны пришлось уехать, но там до сих пор родные и близкие. Я находилась на этой территории. И по сей день у меня там проживают очень близкие люди, обе мои бабушки. Мой двоюродный брат находится на линии фронта. Поэтому для меня эта проблема является очень личной в том числе. И я считаю, что мы не могли оставаться безмолвными, когда весь мир содрогает от ужасов в этой войне. По итогам круглого стола все участники подписали декларацию, в которой призывают к миру в Нагорном Карабахе. Документ отправят во все региональные СМИ. Кроме этого, надеются найти выход на международные организации и передать им четкую позицию крымчан. Мэри Бадуинс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В своих почтовых ящиках крымчане находят извещение от некой единой городской службы по учету водоснабжения. В них предприниматели предлагают обменять водомер за значительную сумму денег. Частная компания свою работу не согласовывает с госпредприятием «Крымвода». В свою очередь официальный орган считает частника нелегальным. Подробности выясняла наша съемочная группа. Рекламные рассылки частных компаний о необходимости поверки счетчиков. Безусловно, чья-то нажива, уверены крымчане. Это явление не новое в городах России. Например, такая ситуация была уже в Карельской республике и в Новом Тагиле. Крым не стал исключением. По опыту других регионов выясняется, листовки, похожие на государственные извещения, распространяют частные фирмы. Они ни к чему не обязывают жителей, но в них пишут о необходимости поверить счетчики и воспользоваться услугами частника за немалые деньги. Если в своем почтовом ящике вы нашли подобное извещение, не торопитесь звонить по телефону, указанному на нем. Это не что иное, как рекламная рассылка единой городской службы по учету водоснабжения. Выглядит извещение так. Слева печать, которая, по словам специалистов, не соответствует официальным нормам, то есть не настоящая. В трех местах указан номер телефона. Также есть напоминание, что все по закону. Только в госпредприятии утверждают обратное. Эти компании частные. На сегодняшний день никакого, ни одна компания, никакого отношения к нашему водоканалу, в данном случае по всему Крыму, государственное унитарное предприятие Республики Крым, вода Крыма, не имеют. Более того, я скажу, анонсирую, в ближайшее время такую услугу начнем предоставлять мы. Об этом будет официально уведомо на сайтах каждому абоненту, что мы предоставляем, являемся государственным предприятием и официально предоставляем эту услугу. Некоторые жители полуострова пока не в курсе, что это за извещение, но уже довольно часто находили подобные бумаги в своих почтовых ящиках. Ну, приходила бумажка, но мы сделали давно уже, поставили. Нам проверяли водомер, носили, сдавали буквально месяц назад. Ходили, бломбировали, все сделали. Кто не хочет ждать, может, очереди, может, хочет так, частным путем сделать быстрее, но не знаю, кому как выгодно. Я, знаете, даже не помню. По-моему, что-то приходило. Мы набрали тот самый номер, который трижды упоминается в извещении. Однако о том, что госпредприятие должно быть оповещено о деятельности частной фирмы, там и не ведают. Говорят, мол, никаких договоренностей и быть не может. Частные компании предлагают свои услуги в разы дороже, чем государственное предприятие. Например, поставить один счетчик вместе с работой и оформлением документов будет стоить 3100 рублей. Вопрос о замене водомеров сегодня актуален, так как более чем 400 тысяч крымчан до сих пор не сменили украинские. Правительствам разрешено принимать показания таких счетчиков до 2020 года, ведь невозможно все приборы заменить в одночасье. Проверить счетчики можно в специализированных аттестованных лабораториях. Там определяют по всем нормам герметичность и давление. Однако частные фирмы предлагают сделать это на переносных лабораториях, а это незаконно. На сегодняшний день, если вам обратятся и предложат ваш украинский прибор учета поверить на дому с помощью переносной проливной установки, это будет незаконно. Мы такой прибор учета не примем в эксплуатацию и не опломбируем. Поэтому прошу, обращаясь к нашим абонентам, чтобы они не попались в такую туточку. Чтобы избежать незаконных действий со стороны негосударственных фирм, специалисты советуют звонить в колл-центр «Вода Крыма». Номер вы видите на экране. А поделиться показаниями счетчика можно по телефону 8 800 506 006. Между тем, мошенников становится все больше. Например, бывшие участники Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополь используют официальный сайт организации, пользуются репутацией организации, собирают круглые столы и проводят радиоэфиры в своих корыстных целях. Вместе с этим они обманывают людей и собирают с них деньги. Просим вас обратить внимание и не доверять лицам, имена которых вы видите на экране. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Сегодня в Симферополь привезли знамя Великой Победы. Город – четвертое место на полуострове, где погостили участники шестого традиционного автопробега «Дорогами Победы». Стартовали из пяти городов, в конечном итоге приедут в столицу России. Подробности расскажет Анастасия Калугина. Патриотический автопробег проходит шестой год подряд. В этом году акция стала масштабнее. Теперь она международная. В ней принимают участие Белоруссия, Кавказские республики и Китай. По идее проекта участники едут по пяти маршрутам, так называемым лучам. Они образовывают звезду Победы и все члены автопробега встречаются в городе Герои Москва. Это мероприятие, которое проходит сегодня, это одно из этих направлений в деятельности, которую мы поддерживаем. Прибытие знамени Победы в город. Я считаю, что в наш мир, именно в нынешний мир нестабильности и искажения исторических фактов, которые преследуются западными политиками, нам важно объединиться и помнить свою историю. Наша история достойна того, чтобы мы меня не помнили и предупреждали всех наших недругов о том, что мы можем сделать с теми, кто попытается нарушить нормальную жизнь наших граждан. Крымский луч – самый южный. Из Севастополя участники автопробега едут к Донецку, оттуда в столицу. При этом заезжают и в другие города. Уже побывали в Ялте и Алуште, из Симферополя направляются в сторону Феодосии и Керчи, а оттуда на Тамань, затем Сочи, Абхазия, Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецкой и Луганской республики и прямиком к финишу. Вместе с ними копия знамени Великой Победы размером 200 квадратных метров. Участвуют в пробеге больше 200 человек. Многие – впервые. Хорошо, весело, дружно. Хорошо. Нам нравится. Участвую в пробеге. Первый раз. Я с Белогорска. Для ветерана Великой Отечественной Олега Рябкова это символичное мероприятие. Он пережил блокаду Ленинграда и уже больше 30 лет живет на полуострове. Это мероприятие очень интересное, ценное. Такое впечатление, что мы вернулись домой. И эта встреча в Белогорсе будет. Еще вчера старты были в Бресте, в Архангельске, на Дальнем Востоке и Волгограде. Идея родилась у главы полуострова 6 лет назад. Проект живет по сей день и расширяет свои границы. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Таковы события сегодняшнего дня. Далее эфир продолжает Тарас Брезицкий с новостями спорта. Я прощаюсь. Всего вам доброго. В Крыму продолжается универсиада девушек по волейболу. За кубок сражаются представительницы шести вузов. Соревнования проходят в три этапа. Накануне девушки играли на базе Таврической академии, а уже во втором туре боролись в спортивном зале Агро-Абиб в Аграрном. В первой встрече на площадку вышли студентки медакадемии и физико-технического института. Представительницы последней команды лишь делают первые шаги в волейболе. Исключение всего одна спортсменка, раньше тренировавшаяся в ДИУ США. Подтянуть за собой всю команду очень тяжело. Пытаться одновременно учить девочек играть на поле тоже очень тяжело. Но девочки стараются, меня это очень радует. Они пытаются и это очень хорошо. Несмотря на то, что многие команды намного сильнее нас, мы стараемся не отставать. В то же время команда медиков укомплектована сразу несколькими умелыми игроками, защищавшими цвета флагмана женского волейбола Крыма «Киркинетиды». Вчера у нас была достаточно интересная игра с «Напоксом», то есть «Ося» уже сейчас. Мы играли пять партий, было 2-2, то есть по партиям и последняя пятая партия у нас закончилась счетом 2018 в нашу пользу. Да, действительно, там было очень много моментов. Карточки и желтый, и красный раздавали. То есть достаточно была напряженная игра. Не удивительно, что при разном уровне исполнительского мастерства именно игроки медакадемии одержали победы в трех партиях подряд. Причем в первой части встречи размочить счет «Синие» смогли уже проигрывая 10 баллов. Перед заключительным этапом именно крымские медики претендуют на бронзу универсиады, а фавориты в борьбе за главную награду уже давно известны. Ну, фактически уже победители более-менее определились. Это Тавришевская академия и Институт экономики и управления. Девочки – это две самые сильные команды. Лучше из шести крымских студенческих команд в женском зачете определится меньше, чем через неделю. В ближайший вторник этот титул спортсменки разыграют на базе Таврической академии КФУ.